Своих собственных сапёров, как по расписанию, трижды за неделю у калитки дома и по вечерам встречает маленькая Ева. Звучит уж точно не по-детски. Международный противоминный центр вооружённых сил России. Ещё и в форме, касках, масках и разгрузках. А она всё равно их сразу без ошибок узнаёт, где дядя Артём, а где её любимый дядя Миша. Он у меня самый любимый, дорогой, единственный, незабываемый в мире. Есть такое выражение, как «сын полка», а это получается как дождь полка. Работали мы здесь на мосту, мы по разминированию встанете. Она сзади подбежала ко мне, я даже не понял, сперва обняла, я вниз посмотрел, смотрю, ручонки маленькие снизу. Она начала это благодарить за нас, что мы приехали, помогаем им, в помощи во всём. Запомнил её чисто её по глазам. По глазам и блокпостам. Военные искали девочку полторы недели. Нашли в посёлке, освобождённом от киевских силовиков. С тех пор и навещают с гостинцами, игрушками или просто так, ради горсти сорванной клубники, за которой здесь, впервые не боясь обстрелов, для своих друзей ухаживает Ева. Я уже насиделась там в этом подвале, я очень ждала русских. А вы что плачете? Плачула радость, радость, что они к нам пришли, что перестали у нас тут стрелять. Я не могу это передать словами, да какое скепенье, я рада вообще ребят видеть. Извините, я не могу больше. Очень ждёт. Мы все очень ждём. Мы всегда ждали. Мы восемь лет ждали. Правда.